На неблагоприятный ход уборочной кампании повлияли холода, обильные осадки, поздняя посевная. Напомним, в мае этого года из-за аномальных минусовых температур и ежедневных дождей аграрии не смогли вовремя засеять поля. Почва была сильно переувлажнена. Тогда власти региона вели ЧАЭС. Сейчас же, когда есть все риски не собрать вовремя урожай, чиновники решили с режимом повременить. По их словам, отставание от графика не критичное. На сегодняшний день только зерновых и зернобобовых обмолочено примерно с 2 миллионов гектаров. Правда, это на 500 тысяч меньше, чем в прошлом. И сегодня, когда мы имеем отставание по темпам 4-5%, будем говорить так, ну это, откровенно будем говорить так, 2, ну 2,5 дня работы. Но кто сегодня поймет, при таких темпах уборки вводить ЧАЭС. ЧАЭС будет вариться тогда, не дай бог, если будет ранний снежный покров. Александр Лукьянов также отметил, что самая сложная ситуация сейчас с уборкой подсолнечника. Он не успел вызреть. Погодные условия обеспечены нам 10 дней. И мы основные виды уборочных работ закончим. Нам надо необходимо 10-12 нормальных, хороших рабочих дней. Но я думаю, что погода нам их просто-напросто не предоставит. Этого и боятся аграрии. Многие из них уже назвали этот сезон тяжелейшим за последние 20 лет. Убирать, конечно, можно, но всю продукцию приходится сразу отправлять на сушилку. Удовольствие это по нынешним ценам на сжиженный газ совсем не дешевое. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 10 дней будет тепло. Но погода, как известно, переменчива. Фалентина Скерова, Д. Печоркин. Наши новости.